Инвестиционный совет Приморья рассмотрел четыре перспективных проекта. Заседание состоялось под руководством заместителя председателя правительства края Николая Стецко. У нас в повестке сегодня четыре вопроса. Рассмотрим проект, претендующий на статус приоритетного и масштабного инвестиционного проекта. Проект ярмарочного комплекса на 500 теремов площадью более 86 гектаров планируется в районе Снеговой Паде Владивостока. Реализация такой инициативы позволит создать 54 постоянных рабочих места. Совет принял решение, о признании разработки приоритетным инвестиционным проектом Приморского края. Концепция проекта предполагает позиционирование каждого ярмарочного комплекса как Россия в миниатюре и характеризуется следующими чертами. Внешний облик объектов отражает стилистику самобыт различных регионов страны. Внешнее оформление ярмарочного комплекса будет стилизовано под древнерусскую крепость, территория которого разбита на кварталы, тематические деревни, оформление которых отражает аутентичные стили народов России. Рассмотрели и проект теннисного центра во Владивостоке. Срок окончания строительства – третий квартал 2026 года. Строительство гостиничного комплекса в бухте Лазурной реализуют до 2028 года. Эти два проекта создадут более 30 постоянных рабочих мест. Планируется гостиница на 42 номера, 4 этажа, общей площадью 1259 квадратных метров. Благоустройство и озеленение – более 15 тысяч квадратных метров. Парковочные места в общей сложности – 125 машиномест. Из них благоустройство и парковочные места в не менее 100 машиномест переходят в пользование и владение администрации города Владивостока. Это наша нагрузка социальная, которую мы берем на себя. Инвестсовет поддержал реализацию этих проектов и внесение изменений в реестр в части предоставления дополнительных земельных участков для крупнейшего мультимодального транспортно-логистического центра «Артём». Проект позволит создать не менее 550 рабочих мест со средней заработной платой около 80 тысяч рублей. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.